С просьбой помочь разрешить спорную ситуацию с управляющей компанией обратилась к главе города старшая по 240-му дому на улице Партизанская Татьяна Казаева. Жители копили на замену дверей и окон. В итоге по бумагам ремонт проведен, на деле нет. Была замена окон и тамбурных дверей не выполнен из 16-го года. И 18-й год текущий ремонт, который был намечен, тоже не выполнен. Управляющая компания дала ответ, что тамбурные двери у нас поменены, окна у нас поменены и намечен ремонт кровли шиферной, когда у нас уже в 14-м году капитальный ремонт крыши был. Жилищная инспекция вынесла управляющей компании предписание, которое до сих пор не исполнено. Глава города Елена Лапушкина поручила районным властям посодействовать жителям в решении этого вопроса. Один из возможных вариантов – смена управляющей компании. Если вам нужна какая-то помощь, перейти в другую управляющую компанию по сбору документов. Нет, все у нас уже. Вот районы, безусловно, вам окажут. Также жители попросили посодействовать в смене вида работ, которые запланированы в фонде капитального ремонта. В доме необходимо заменить коммуникации, а в документах по-прежнему указана кровля. Я просто возьму информацию, собственно говоря, найдем их письма и найдем, на каком основании они вас ставят именно, по какому виду работы, на какой. Вот и все. И заодно узнаем ваш процент сбора. Мы заодно узнаем ваш процент сбора. И тогда мы с вами приемем решение, как мы с вами дальше пойдем, окажем содействие с передвижки срок в случае необходимости. С просьбой вернуть озеру в сквере «Родничок надежды. Вторую жизнь» на прием главе города пришла Ирина Слугина. Эта территория давно стала любимым местом отдыха для жителей района. Водоем запускали рыбу и черепашек. Но постепенно родники засохли, и теперь в озере обитает только мусор. За столько лет озеро вообще у нас не чистилось. И вот прям вот большая-большая просьба почистить это озеро, и чтобы опять мы запустили этих черепашек. Чтобы расчистить водоем, нужна тяжелая техника. Но два года назад двор и прилегающую к озеру территорию благоустроили по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Места здесь немного, поэтому жители опасаются, что экскаваторы повредят территорию сквера. Глава города поручила районным властям совместно с профильным департаментом найти другие варианты решения проблемы. С предложением по благоустройству сквероэкономист в советском районе на прием к главе города пришла Валентина Быкова. В прошлом году территорию закрепили за муниципальным предприятием спецарем «Стройзеленхоз». Сейчас ее регулярно убирают, проводят опиловку деревьев. Но жители мечтают о полноценном благоустройстве. Там много освещения, надо и лавочки, и плитку положить, и деревья, которые старые совсем. Чтобы ускорить благоустройство, глава города посоветовала жителям принять участие в программе содействия. «Выделяется финансирование из области, от города, это городская территория, город, но часть должна быть софинансирования либо жителей, которые просят за эту территорию, либо бизнеса, который располагается и тоже просят за эту территорию». С просьбой обновить спортивную площадку во дворе 46-го дома по улице 22-го портсъезда обратилась Ирина Козлова. Глава района рассказал, что благодаря активности жителей эта территория будет участвовать в программе формирования комфортной городской среды. «У нас активные очень жители. Они собрали документы, пакет документов, причем это сделали очень быстро и подали в КГС. Комфортная городская среда они выиграли, и на следующий год они у нас стоят первыми». Составлять план-схему для будущего ремонта двора на 22-го портсъезда с учетом мнения жителей специалисты начнут уже в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События.